Сейчас двигаемся смотреть конкретно мульчерную технику. Пойдем. Такого трактора в России никто еще не делал. Не ожидал, что это наш российский. По-любому вылезут какие-то болячки. Я как сельхозник буду вопрос задать. Ребята, всем привет. Вы на канале Мочили Эксперты. С вами я Антон Хатунский. Сегодня мы посетим выставку, посвященную сельскому хозяйству. Агросалон, который проходит 6-9 октября 2020 года. На этой выставке мы увидим производителей сельхозоборудования. Познакомимся с этим оборудованием. Посмотрим оборудование для расчистки сельхозполей. Посмотрим, кто приезжает на эту выставку. И познакомимся с подписчиками моего YouTube канала, которые прилетели с отдаленных краев нашего государства. Пошли. Проходил мимо. Так как мы занимаемся обследованием линии электропередач, меня заинтересовал вот этот беспилотник. Интересный. Подошли, начали разговаривать. Сейчас нам о нем расскажут. Сделаем обзор. Погнали. Итак, перед вами первый, единственный в мире пока уникальный беспилотник. Полностью герметичный, соответствует стандарту IP67. Первая задача – это поиск человека по GPS-маяку и спасение. Вот эти конусы меняются на буйки. Аппарат может сесть на воду и с уплотками выдержит вес двух человек, чтобы они спокойно подождали уже помощи. То есть представьте, да, у вас ситуация, вам 30 километров человек, вертолет вам заказывать, вертолет будет только к вечеру, на корабле вы приплывете только через день туда, вы беспилотник отправляете по GPS, он находит человека, вы с камеры это видите, сажаете беспилотник, человек может хотя бы подвижаться или какой-то, допустим, если он на льдении, можно ему поё кинуть. Расскажи, пожалуйста, этот аппарат, он от аккумулятора или от двигателя, как он устроен? Есть два варианта исполнения. Первый вариант – это аккумуляторный, соответственно, летает он полчаса. И второй вариант – он работает на бензиновом двигателе, получает дальность до 200 километров и летает 3,5 часа в воздухе. А ваш беспилотный аппарат можно использовать для съёмок художественных фильмов, документальных фильмов? Как правило, для этих целей всё-таки мы используем другие наши разработки, которые попроще и не требуются герметичности. Но если кто-то вдруг захочет снимать там фильм на корабле там с белыми медведями и чтобы всё там было шикарно, всё здорово снято, то наш аппарат лучше всего подходит, потому что все китайские, американские, они, как правило, не выдерживают ни нагрузок, ни солёного тумана. Ясно. На экспорт пойдут? Да, уже интересуются. Причём для контроля прибрежных зон, опять же, та же проблема с пиратами в Африке, для контроля прибрежных зон нужен беспилотник, который бы не разъедала соль. И опять же, они тоже, они посматривают и на дешёвые китайские аппараты, ну типа доразовые, да, то есть упал-упал, да, то есть новый возьмём. Но также и как бы наши тоже сейчас рассматривают. Я бы такой плавающий, летающий корабль использовал. Первое – для обследования линий электропередач. Второе – для обработки сельхозполей, если бы он мог чуть-чуть больше груза нести. Третье – для обследования, вот то, что мы делаем на автомобилях, на болотоходах, можно, в принципе, сделать с помощью этого беспилотника. Он может лететь 200 километров. Супер! Ребят, мы сейчас на стенде мульчурной фрезы. Я являюсь потребителем данного агрегата. У меня их уже несколько единиц. Сейчас мы на стенде. Алексей – представитель компании. Он нам расскажет о компании, расскажет о мульчурной фрезе. Перед вами мульчурная фреза M650M. Производство Prynot. Мощный фрезной мульчур. Способен измечать до 40 сантиметров в диаметре. Модель M650M. С обновленным ременным приводом. С поликреновым ремнем. А также с дополнительными турбомуфтами. Турбомуфта позволяет сглаживать пиковые нагрузки. И, соответственно, продлевает жизнь кардана, редуктора и блока вал-отбора мощности на тракторе. Соответственно, данную машину можно устанавливать на трактора мощностью до 400 лошадиных сил. Здесь представлен ротоватор R800. Новая модель. Также впервые представляется на выставке глобально. Задача ротоватора – измельчать корневища и порубочные остатки, а также пни, почвы. После ротоватора возможна эксплуатация почвы под пашню и дальнейшее засеивание. То есть ротоватор – это ультимативное решение, после которого земля уже разработана и введена в эксплуатацию. Обычно ротоватор работает в связке с мульчером, то есть сначала эксплуатируется мульчер, далее идет ротоватор. После этого залежные земли, либо залесенные земли, в разной степени залесенности уже можно эксплуатировать и вводить в оборот. Данная модель, она от гидравлики работает или это от вала-отбора мощности? Данное оборудование не работает от вала-отбора мощности, устанавливается на тракторы. Необходима трёхточная навеска категории 3 или 4 в зависимости от модели. А преимущественно ротоватор от мульчерной головки, чем я смотрю, для тех, кто не понимает, что это за барабан, какая его функция? Данный барабан – это прикатной каток, он создан для уплотнения почвы после прохода ротоватора, чтобы уменьшить эрозию. Как ротоватор? Конструктивно ротоватор отличается от мульчера тем, что ротор выступает над корпусом, соответственно, позволяет заглубляться. У мульчера ротор расположен в крови с корпусом. А на сколько он заглубляется? До 40 сантиметров. А как он выставляется, высота заглубления регулируется? Высота заглубления регулируется положением навески. На данной модели у нас введен дополнительный маркер, чтобы оператор видел на какую глубину заходит навеска. Также на данной модели внедрено активное охлаждение редуктора и ременного привода для лечения срока службы. Как это понять? По охлаждению интересно. Охлаждение? А вентиляторы стоят? Да, стоят вентиляторы, которые проводятся с помощью вала. Они не электрические? Что? Электрические? Есть электрические и есть пассивы. Давай сравним с той мульчерной головкой, которая у меня на тракторе стоит и которая здесь представлена. Разница в чем? У тебя мульчерная головка М550, она предназначена для тракторов мощностью до 280 лошадиных сил. Данный мульчер можно устанавливать до 400 лошадиных сил. М650М турбо, ее основное отличие от обычной модели, это обновленный ременной привод, как я ранее показывал, и турбо-муфта. Турбо-муфта позволяет устанавливать на более мощный трактор, но, соответственно, сглаживает пиковые нагрузки. То есть, если у тебя попадает что-то при мульчировании, это часто, когда на полях работаешь, ты можешь поймать и серву от ДТ, и другой металл, и тросы. Когда это наматывается все на ротор, либо встает распорку. На большинстве мульчеров, и на наших тоже, на более младших моделях, установлены фрикционы. Но фрикционы, они владают большим сроком реакции на какие-то перегрузки. Ну и, соответственно, в случае повышенной нагрузки и срабатывания фрикционов, их необходимо менять. Турбо-муфта, она обслуживается. В случае экстренных перегрузок, там наполнено гидравлическим маслом, при нагреве этого масла до 180-198 градусов, выплавляется специальная пробка, идет сброс и полные размыкания. Соответственно, повредить карданы и редуктора невозможно. Ротоватор, количество зубьев от мульчерной головки и ротоваторной головки, есть какое-то отличие? По количеству или еще почему? Ротоватор, компоновка на данном роторе, на самом деле, это обновленная модель. У нас в линейке был продукт RF800, популярный ротоватор. Мы обновили ее, данный ротоватор называется R800, он отличается диаметром трубы, то есть эффективный диаметр не изменился, он 800 мм. Но диаметр самой трубы был увеличен для большей надежности. Компоновка зубьев тоже была пересмотрена для более эффективной работы в режиме ротоватора. Также, обрати внимание, двойные зубья. А, слушай, я не обратил внимания, на них получается... Две напайки, да. То есть, ты можешь после износа основной части, ты можешь заменить. Конечно, ты не получишь в два раза больше срок службы, но в полтора раза вполне. А сколько стоит данный ротоватор и данная головка мощная, большая? Данный ротоватор стоит в районе 90 тысяч евро, данный мульчер стоит в районе 70 тысяч евро. Ребята, классная машина. Я бы такую машину использовал для химической обработки линии электропередач. Можно поставить емкость, кубовик и опрыскать. Можно также обрабатывать поля от борщевика. Тоже такое видение. Также можно этот автомобиль использовать для обследования линии электропередач. Допустим, мне в ближайшее время потребуется проехать 170 километров по бездорожью. Мы будем нанимать в Ленинградской области вездеход «Шерп». Но этот автомобиль тоже неплох. Я думаю, и этот автомобиль пройдет. Концепция этой машины в основном сделана для того, чтобы в любом месте нашей страны можно было ее отремонтировать. То есть здесь 97% это никакого не эксклюзива. Это те запчасти, при которых вы пойдете в любой магазин газ у вас и сделаете ремонт своей машины. Колеса автороссовские. Колеса, которые тоже у нас надежные. И насчет подни, бескамерные. Насчет прокола. Бензобак на 100 литров. Здесь специальные подножки для обслуживания. Но вообще это самоходный комплекс. И вот это крыло пока, то есть крыло, колесо узкое. Это у нас заказчик попросил узкое колесо для того, чтобы ездить по межрядью. Сейчас установлен разбрасыватель Амазон. Для специалистов говорить не надо, что такое Амазон. И как это он работает. Один из самых надежных и один из самых лучших. Ширина захвата у него порядка до 40 метров он разбрасывает, не теряя качество. Это модульная машина. Здесь легко снимается. В течение часа можно снять разбрасыватель, установить опрыскиватель. Установить просто кузов. И она будет грузовая машина с большой проходимостью. А функционал получается? Значит удобрение? Разбрасыватель, удобрение. Также устанавливается опрыскиватель здесь. Опрыскиватель и обработка. Да, двухтонная бочка здесь, пожалуйста, ставится. Еще есть одна маленькая изюминка. Для очень заболочистых полей у нас здесь бывает. Ставится сюда еще, добавляется еще одно колесо такое же, большое колесо. И здесь получается четыре колеса сзади. Что по проходимости, я вам скажу, при этом блокируется задний передний мост. То есть не так, как обычно, когда включаешь, это передний мост. На переднем мосту одно колесо-круто, если все засаду. И на заднем другое колесо-круто. Тут сразу все четыре колеса включаются. И, ну, засадить машину, как любую, можно технику. Так, чем лучше джип, как говорится, тем дальше идти за трактором. Вот. Ну, это, на этой можно, конечно, очень далеко уехать. Не плывет на колесах он? На этих колесах, знаете, мы не провели... Задок плывает, мы заезжали. Задок плывет. Ну, передок мы боимся, что он тяжелат. Хотя не пробовали. Не пробовали. Здесь заинтересовали ваши трактора. Видели их по телевизору. Вот можете рассказать нам? Такого трактора в России никто еще не делал. Этот трактор имеет переднее наушное устройство. Вал отбора мощности. У него фактически все уже на 70% российские компоненты. Можно мульчер ставить и спереди, и сзади, да, мульчер? Да, и сбоку. Я, как сельхозник, буду вопросы задавать. Что меня интересует? Значит, мощность двигателя, сколько у него? 370 лошади. Это максимальная мощность, которая в этой линейке доступна. Минимальная 207. Спереди выход есть на гидравлику, если поставить гидравлический мульчер? Конечно. Есть, да? Вот, пожалуйста, БРС. А, вот есть. Также и сзади можно вставить. Да, и механические выставки. Валы в буром. Так. Дальше. Двигатель турбированный или нетурбированный? Очень сильно турбированный. Очень сильно турбированный. Какой объем у него? Сколько горшков? 9 литров. 6 горшков. 6 горшков, 9 литров. Так, резина сельскохозяйственная или лесная здесь стоит? Конечно, сельскохозяйственная. Сельскохозяйственная. Выставка сельскохозяйственная. Да. Ну, а лесное нет. Это сельскохозяйственная, не тратит. Не, ну, мы, допустим, Nokia покупаем именно лесная. А, конечно. Она усилена против прокола. В лесу работаем, линии лица передачи чистить. Согласен. Правильно делаем. Так, да. Здесь 284 литра в секунду можно снять. 284 литра. Где производят его? В Ростове, в России. В Ростове. Сколько стоит такое удовольствие? В России, а фактика. Самый, самый простой будет 12. Самый непростой 16. Комфорт в кабине какой? Очень хороший. Прошу посмотреть. Пойдем. Значит, коробка роботизированная. Второго блока поста не будет. То есть, если работать с мульчером, то только вот в таком положении. Кабина комфортная. Не ожидал, что это наш российский трактор ВОД. Но еще не проверялся в полях. Вот. И у меня поступило предложение, значит, для компании Ростельмаш. А дайте-ка нам в компанию трактор, подходящий по параметрам, для расчистки сельхозполей. Поставите на него мульчер. Можно даже российского производства. И мы его в суровых условиях поработаем. Какое-то определенное количество. Было бы классно, если бы 2500 моточасов он именно поработал. И все болячки вылезут. Тогда у вас улучшится качество. И вы доработаете свою технику. Потому что по-любому вылезут какие-то болячки, которые в этих суровых условиях будут проверены. Головка. Ранее мы покупали, была немецкая. Ашви М550. А сейчас у нас головка полностью отечественное производство. Аналог Ашви. И мы берем ее на испытание. Посмотрим, как она работает. Как она себя поведет. Ну и далее будем рассказывать. Антон, представитель завода. Сейчас там расскажет. Расскажи, Антон, про трактор. А что новое есть? Ну смотри, все твои недоработки, которые ты озвучивал, мы здесь изменили. Вот смотри, толкающий был металл шестерка. Ага. На седьмой уже таких проблем нет. Почему? Потому что сейчас мы варим в аргонности. Это в аргонной среде. Она дает допустимый как бы предохранитель. То есть если что-то такое порвал, другую тебя не порвет. Это все равно оторвет державку. Но и при этом обеспечивает необходимую жесткость. И сейчас мы по контрножам сейчас работаем. Смотрите, раньше было только на первом ряду победил. На контрножах только на первом. Все остальные контрножи, вот эти зубчики, они были без победителей. На новых фрезах будет, ну на следующем, на 20-й десятке, на 30-м десятке, будет на каждом контрнаже победитого напайка. Соответственно, это увеличит срок службы именно противорежущих пластиковых. Ребят, шли мимо, увидели трактора. Стало интересно, что за трактора, кто производитель. Немножко технические характеристики заинтересовали. На нашей экспозиции выставлен трактор Улан-РТ-604, Улан-РТ-904 и Улан-РТ-1304. Цифры обозначают мощность двигателя и четверка в конце говорит о том, что этот трактор полноприводный. Все машины оборудованы шикарной, я бы сказал, кабиной, оборудованы кондиционером, оборудованы радиоустройствами. Сегодня занимаемся еще инвестиционными приборами, начиная с определения состояния оператора и прослеживанием его работы на этой машине. Расход топлива, проделанный путь, местонахождение, начало работы, конец работы. А вот система анализа состояния тракториста, это что за система? Когда он садится в машину, значит машина диагностирует его состояние, его температуру, его пульс и даже состояние на алкоголь. И если видит, что параметры этого оператора не годятся для того, чтобы он был за рулем, машина просто у него не заводится. Вот и все, приехали, называется. А по двигателям можете рассказать, по объему турбированные, нетурбированные, насколько усложненные? Я скажу так, что двигатели самой простой конструкции. Мы пошли по пути, что сняли вопрос турбирования двигателя, сняли вопрос электроники и электронного управления. Но при всем при этом двигатель имеет очень хорошие параметры по экологичному классу, имеет низкоудельный расход топлива, очень хорошие характеристики, как крутящий момент, который необходим при работе с навесными орудиями. Ребята, погулял по выставке, посмотрел новенькое, узнал, что это за выставка вообще, познакомился с некоторыми фермерами, увидел новый беспилотный летательный аппарат, который может присаживаться на воде и взлетать, увидел новые мульчеры, пообщался с представителями компаний. Ну, в принципе, выставка интересная, она удалась, я понял, что это интересное мероприятие, которое нужно посещать, оно проходит два раза в год. Сейчас я иду на встречу с подписчиками, которые приехали с разных уголков нашей страны, сейчас они ждут меня в ресторане. Ну что, погнали! Друзья, начинай! 12 лет назад пришел водителем, сейчас 6-го в организацию, которая занималась расчисткой лэб. Павел, компания Технотрейв, ворчи боксары, занимаемся с Женей, с Федоровым, в основном занимаемся сервисом. Да, для общения. Вы вот все в основном занимаетесь расчисткой, а мы как раз вот сервисом в мульчерах. И являемся еще гилерами Flyprime. Да, я Александр, мне 30-го года, я уже в этом обществе 7 лет, занимаемся ДКРом тоже 7 лет, транснефт, ростнефт, ну вот так, с кустами, веб, дороги, дороги, всем подряд. Где есть работа, там и работаем, мульчера, дробилки. Максим, компания у меня называется Taurus, началась свою деятельность, по-моему, в 2014 году. Сейчас работаем по всей центральной России, 8 мульчеров, 7 колесных, 1 гусеничный, как раз Prime Tech. Там заказчики у нас в основном энергетики, сельхозники, в общем, все подряд. Алексей, с города Ярославль, занимаюсь зубьями для мульчеров в Германии, вожжу, продаю по всей России, в белоручной Докстане. Меня зовут Максим, я из Москвы, занимаемся продажей мульчеров в Сэппе и чуть-чуть расчисткой, так, такая, ну, одна демо-машина. Как хобби. Ну, так, да, для поддержания. Занимаемся горизонтально направленным бурением. Купили два мульчера Prime Tech, теперь у нас большая группа, мы много знаем по России людей. Было приятно со всеми познакомиться. Ну, я основатель банды, канал Мульчер Эксперт, ватсап-группа Мульчер Эксперт, сообщество Мульчер Эксперт и генеральный директор компании ООО «Кочевник», также и владелец. Занимаюсь расчисткой древесной кустарниковой растительности по России, линии электропередач расчищаем, расчищаем обочины дорог, железные дороги и сельскохозяйственные поля. Все.